Всем привет! С вами Эрсбутика Лизерин и я Виктория. Я расскажу сегодня, как правильно подточить карандаши при помощи точилки, а также, что делать с этим, как подточить такие вещи для цанговых карандаш. Точить можно карандаши как ножами непосредственно, так и точилками. Ножи могут быть двух типов. Это могут быть канцелярские, вот такого плана. При выборе таких ножей они могут быть больше, меньше, диаметр будет 18 мм или 9 мм, более маленький. Для подточки карандашей не принципиально, главное, чтобы вы выбирали ножи, которые идут вот такими металлическими направляющими, тогда это будет очень долговечный ножик. Не будет здесь ломаться лезвие и вы будете легко его менять каждый раз. Сменные лезвия тоже достаточно недорого стоят. Также можно использовать вот такие ножи. Это нож макетный для прорезания более аккуратных мелких деталей, для вытенанок, для снежинок, для точных работ. Ну и, конечно, для подточки карандашей они также годятся, хотя специально для этого мы их не рекомендуем, поскольку они все-таки более дорогие. Но если у вас уже есть такой, вы также можете его использовать. Ну и, разумеется, конечно, точилки. Вот ботики Ализарин. Вы можете приобрести несколько видов, в частности, вот из нашего постоянного ассортимента. Вот такие обычные точилки. Это торговая марка Картоколор Австрийская. Это Кум Немецкая. Также вот такая может быть Кум профессиональная для художников. Непосредственно разница, в чем покажу. На примере карандаша. Здесь уже подточены, как продаются непосредственно в наборах и поштучно. Карандаши. Торговая марка Кахенурчевская. И Картоколор Австрийская приблизительно одинаково не подточены. Все художественные карандаши, цветные, пастельные, акварельные, все вот подточены где-то вот так. Для цветных всех карандашей это нормально. Но для чернографитных, для художников, не просто писать в школе или чертить, а именно для художников. Такая подточка является неправильной. Такая будет правильная, такая, которая дает вот такие вот точилки. А именно, сейчас вы увидите разницу. Здесь стерженек очень маленький. Он быстро стачивается, острое звено, остается более толстая часть. Для художников это не подходит. Вот эти точилки классические точат именно таким вот образом. Вот эти точилки точат именно вот таким вот образом. Вот этот вот стерженек у нас получается короткий и часть без дерева тоже получается достаточно маленькая. Художники точат, почему обычно ножами? Потому что вытачивают длинную вот эту часть и длинный открытый стержень чернографитного карандаша. Делается это для того, чтобы не точить часто ножом саму древесную оболочку, а подтачивать только, чтобы он стал снова острым при помощи, например, наждачной бумаги. В частности, есть такие блоки с наждачной бумагой специальные, чтобы делать его все время остреньким. Это именно такой вариант подходит для классического рисунка, для штриховки. Чтобы линия была четкая, тонкая, ровная. Соответственно, вот такие вот точилки нам для этого не подходят. Но есть вот такой вариант. Великолепная, не дешевая, но прекрасная, стоящая своих денег немецкая точилка, которая на самом деле двухфазная, даже подходит для четырех стержней. Сейчас я про нее вам расскажу. Она точит карандаши, как нарисовано здесь, в два захода, в две фазы. Первая точит только дерево, а вторая уже затачивает непосредственно стержень. Имеет два разъема. Точите в первом и потом точите во втором. И она вытачивает именно вот так правильно, как вам положено для рисунка классического. Она с контейнером. Контейнер потом можно очистить. И я покажу, как она точит. Помню, какой он был. Номер один. Подтачиваем. У нас получился уже длинный такой стерженек. Вот какой был и какой стал. Здесь не был разбит, поэтому не очень хорошо сейчас будет видно, как подтачивает эту часть. Вот он стал совсем такой, как нужно художника. Прекрасный, великолепный вариант такой точилки. Кроме того, здесь еще есть два вот таких вот выхода. Они подтачивают стержни для цанговых карандашей, которые идут 1-2 миллиметра и немножко более толстые. Они не двухфазные, они просто делают толстым этот стержень графитный. Более тонкий, более толстый. Тоже вот они, их лезвие. Потом контейнер просто очищается. Стандартно, классический, что тоже очень удобно. Вы можете ее брать с собой на пленэр, на учебу. И у вас все будет всегда чисто и аккуратно. Здесь также хорошего качества очень сплав и правильный угол для подтачивания карандашей. Но все-таки не для чернографитных, а для цветных. Единственное, что пастельные, они не подходят. Здесь стандартный разъем для классической толщины карандашей. Пастельные карандаши обычно более толстые. В них идут специальные отдельно точилки. С вами была арт-бутика Лизарин и я Виктория. Успешного творчества!